Всем добрый день! Это выступление подготовлено специально для тренировочной сессии Paris Interpreters Practice Session. И сегодня я бы хотела поговорить о билингвизме у детей. Эта тема меня заинтересовала недавно. Три месяца назад у меня родилась дочь. И я и мой муж, мы оба носители русского языка, мы разговариваем с ней по-русски, но живем в англоязычной среде. И хоть мы часто переезжаем и точно не знаем, где будем жить через год, но, предположим, мы останемся в Англии, и наша дочь пойдет в детский сад и в школу здесь, в Англии, то есть ей придется выучить английский язык. И меня интересовал вопрос, станет ли она билингвом, и что вообще такое билингвизм. Мне всегда было интересно наблюдать за детьми, друзей и знакомых, которые находятся в разных языковых ситуациях, которым удается использовать оба языка в жизни или даже больше, чем два языка, и с легкостью переключаться между этими языками. В сегодняшнем выступлении я буду использовать выводы, к которым пришла группа канадских ученых под руководством Эллен Биалисток в своих работах, а также я использовала материалы интервью лингвиста и филолога-исследователя Екатерины Протасовой. Итак, начнем. Для начала я бы хотела поговорить о том, что вообще такое билингвизм, как его определить. На самом деле это не так просто. И сейчас в современном мире мы так или иначе используем несколько языков в своей жизни, практически каждый из нас. Поэтому это первая проблема исследований билингвизма, определить, что же это такое. В исследованиях билингвизма существует два подхода. Первый подход – это когда билингвов определяют как людей, которые бегло говорят на двух языках на регулярной основе в течение большей части своей жизни. И, соответственно, люди, которые хуже говорят на втором языке, определяются как монолингвы. Используя этот подход, обычно людей можно разделить на две группы – билингвы и монолингвы. Но в этом случае приходится исключить людей, которые не входят ни в одну из этих групп, потому что сложно определить, билингвы они или нет. Второй подход, которым пользовались исследователи в Канаде, в группе, о которой я могу говорить, Эллен Белиосток, они пользовались подходом таким, что билингвизм – это континуум. И это значит, что все участники исследования получали некоторую позицию в диапазоне билингвизма. В зависимости от того, как часто, как много и в каких ситуациях они используют тот или иной язык. То есть был диапазон от монолингв, скорее монолингв, что-то среднее, или билингв, скорее билингв и так далее. Сейчас мы скажем, что билингвизм – это хорошо. Быть билингвом – это преимущество. Скорее всего, большая часть людей сейчас скажут так. Однако, согласно исследованиям 30-х, 50-х годов 20-го столетия, дети билингвы были в неблагоприятных условиях по сравнению с детьми монолингвами. Они плохо справлялись в школе, плохо сдавали тесты и так далее. По крайней мере, исследования тех лет доказывают, что билингвизм наносил вред умственному развитию и сбивал с толку детей. Первое исследование, которое показало позитивные последствия билингвизма, было опубликовано в 1962 году. Это исследование было проведено в Монреале, где сравнили детей билингвов, которые говорили на английском и французском, и детей, которые говорили только на французском. Группа исследователей предположила, что дети билингвы будут справляться с невербальными задачами так же, как дети монолингвы. А с вербальными задачами хуже, чем монолингвы. Однако, в отличие от первоначальных прогнозов, исследование показало, что дети билингвы справлялись лучше со всем. И это первый раз, когда позитивные эффекты билингвизма хорошо контролировались. Но все-таки это было еще не идеальное исследование. Выводы, которые были сделаны ранее о том, что билингвизм вредит умственному развитию детей, сделаны, скорее всего, потому что не было еще разработано методики исследования, которая бы позволяла сделать достоверные выводы. В ходе недавних исследований было доказано, что схожесть двух языков помогает детям осваивать грамотность обоих языков. То есть, например, если ребенок говорит на английском и испанском, то ему проще выучить грамматику обоих языков. Однако, если ребенок говорит на английском и китайском, например, на очень разных языках, это не мешает ему освоить грамматику и стать грамотным на обоих языках. Но, к сожалению, и не помогает. К плюсам билингвизма можно отнести то, что человек, владеющий двумя языками с самого детства, умственно более активен и сохраняет это свойство до самой старости. Люди билингвы внимательнее от монолингов и одновременно толерантнее к различиям. И лучше готовы к решению задачи, адаптируются к незнакомым ситуациям и изменяющимся условиям быстрее. Быстрее переключают внимание и успешнее справляются с конфликтами. Я задалась вопросом. Как же сделать так, чтобы ребенок в одинаковой степени хорошо освоил оба языка, если дома мы говорим по-русски, а во внешней среде ребенка ожидает английский язык? На этот вопрос лингвист и филолог Екатерина Протасова в своем интервью ответила. Для ребенка очень важна личная установка родителя. Насколько значимо для родителя говорить по-русски? Стесняется ли он этого? Как относится к родному языку? Когда родители считают, что русский язык – это инструмент развития, который открывает полмира, способ связи с большой культурой – это одно. Когда же он не видит в языке потенциала? Это совсем другое. И ребенок это чувствует. Если среда первого языка – умная, сложная, содержательная, тогда не так страшно, что второй язык в развитии отстает, он его догонит. Главное не отставать от сверстников по уму, по развитию хотя бы в одном языке. Если ребенок полностью погружен вне дома в язык, который плохо понимает, а дома с ним говорят очень примитивно и на смешанном языке, тогда на уровне общения ребенок быстро усвоит второй язык. Но это владение будет неглубоким, поверхностным. Дальше я бы хотела сказать несколько слов о мифах, которые существуют о билингвизме и развеять, пожалуй, эти мифы. Исследования показали, что не существует разницы между познавательными способностями в контексте общего интеллекта. То есть, справедливо сказать, что билингвы не умнее, чем монолингвы. Разница между монолингвистическим и билингвистическим мышлением существует в специфических процессах, связанных с вниманием и селекцией. То, что я уже говорила ранее, билингвам проще удерживать внимание, переключать внимание и быстрее реагировать в ситуациях, в изменяющихся обстоятельствах. У билингвов развивается способность выборочно обращать внимание на важную информацию в присутствии отвлекающих факторов. И эта способность лучше развита билингвов. Существует мнение о том, что билингвы становятся хорошими переводчиками. Я думаю, что все мы слышали такое утверждение. Однако это неправда. И так как перевод — это совершенно отдельный процесс, который не обязательно связан с хорошим владением двумя языками. Или владением двумя языками на уровне родного языка. У детей, которые выучили два языка в детстве, не обязательно хорошо получается переводить. Так как они могут владеть словами, локабуляром, терминологией какой-то области на одном языке. Но при этом не владеть этими же терминами и словами на другом языке. Также существует мнение о том, что дети, которым приходится учить два или более языка в детстве, позже начинают говорить. В целом примерно 7% детей имеют задержки речевого развития. Но доказано, что изучение языка никак не влияет на эти задержки. То есть мы не можем перегрузить ребенка языками. Это все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Белинговые ничем в этом плане не отличаются от монолинговых. В 20-е годы, а потом в 70-е годы многих пугали следующими мифами. Дети и мигранты должны забыть свой родной язык и говорить только на языке принимающей страны. Иначе у них будет раздвоение личности. Если говорить на языках вперемешку, то ни один не будет освоен. Ребенок вырастет полуязычным. Если у ребенка позднее речевое развитие, он не должен учить иных языков, потому что у него нет места для них. Все эти псевдонаучные утверждения были постепенно опровергнуты. Все же совершенно необязательно владеть всеми языками безупречно. Это часто просто недостижимо. Любой уровень владения языка языком считается очень ценным. И в заключение я хочу сказать, что неважно, в какой языковой среде растет ребенок, он всегда может получить возможность в той или иной степени познакомиться с другими языками. И это всегда будет преимуществом. Спасибо.